Всем привет, красотки! Вы в шоке и я в шоке! Но ничего, обещаю, к концу видео вы привыкнете. Сегодня будем говорить о бижутерии с Алиэкспресс. Удивительно! Удачный заказ! Я его собирала почти два месяца, потому что мне это не приходило, я ждала, хотела показать вам все вместе. Что-то мне так и не дошло, у меня там был спор с продавцом, продавец не хотел отдавать деньги, но отдал. Дисклеймер. Мы с мамой очень любим выставку, которая называется «Блеск самоцветов» или как-то так. Короче, это выставка, где по большей части серебряные украшения с полудрагоценными камнями. Классно смотрится, но я считаю, что это для возрастных больше людей. Не знаю, я на себе это не очень вижу, если честно. Но, знаете, кому-то нравится и кому-то идет. Мне кажется, мне не очень. У мамы очень много украшений из натуральных камней. Все очень классно. Но бывает, что оттенок камня не подходит под твой основной наряд. То есть он выбивается, это не очень красиво. И мама как-то лазила на Алиэкспресс. И сказала мне, Ксюш, я там столько всего нашла. Мы решили сделать заказ. То есть это заказ мамин, по сути, я вам показываю. Но когда он пришел, и мама начала все это разглядывать, у нее была одна коронная фраза, которую я запомнила. Она сказала, Ксюш, как че приличное выглядит. Потому что действительно все выглядит как приличное украшение. Начинаем вам показывать. Кстати, вон на заднем плане лунтик. Вот, кто переживал, что с ней что-то не так, вон, все в порядке, дитя на месте. Многие из украшений очень похожи. Знаете, почему так вышло? Мы кидали в корзину, кидали-кидали. Потом думаем, да, разберемся, что бы убрать оттуда, что не брать. И в итоге купили все. Я не знаю, как это вышло. Но вот как-то вышло. Все пришло в пакетиках, что-то более приличное, что-то менее. Но в целом все пришло на вот таких картоночках, да, и в пакетике. Понятно, что все ссылки я постараюсь оставить внизу. Не забыть бы. Если забуду, напоминайте. Значит, смотрите. Вот такой вот комплект. Это закос под что? Под бирюзу. Я начну с браслета. Посмотрите, очень красиво сделано. Я извиняюсь за свои ногти. Вот вчера сидела, думала, надо сделать ногти. И я очень люблю магазин на диване. Там всегда у женщин, кто демонстрирует украшение, у них всегда очень спокойный лаконичный маникюр. Что-то такое бежево-нейтральное вообще. И я сидела с мыслью о том, что мне нужно сделать, как у них маникюр. И что я сделала? Ну вот это потому, что, знаете, на лице я такая брутальная. И, ну, извините. Так вот, это закос под бирюзу. Обратите внимание на сам узор вот этих пластиковых вставочек. Оно очень натурально выглядит. Очень. Если эту фигню где-нибудь повесить вот на этой же выставке, на красивый бархатный стенд, под правильное освещение, я думаю, не каждый человек поймет, что это дешевка. И у меня даже закрались подозрения, если честно. Браслет крупноват, но он легкий. У него здесь вот такие два колечка и вот такая часть. Когда вы его надеваете, вы выбираете то колечко, которое более вам удобно. И, собственно, носите. Вот так это выглядит. А я вам, кстати, могу вставить видео кусочек. Да, я же все снимала. Вставлю вам маленький кусочек, как эта прелесть вообще выглядит. Вот эта подвеска очень хорошо смотрится. Я уже... Здесь узор, конечно, такой вот более какой-то палевный, что это что-то дешевое. Но обратите внимание, все аккуратно сделано. Никакого клея. Здесь все очень так эстетично. Что мне не нравится? Мне не нравится вот эта цепочка. Знаете, выглядит как дешевка в лоточках на море. Поняли, когда там продают всякие украшения? Вот я нашла свою серебряную цепочку, которую... Ну, ее надо почистить. Я извиняюсь, я просто давно уже не ношу серебро. Надо, кстати, к нему возвращаться. И вот смотрите. По толщине они, ну, недалеко друг от друга ушли. Но я думаю, что если надеть на приличную цепочку... Давайте это сделаем. Один раз продемонстрируем. Ну, вот смотрите. Ну, да, это может быть немножко плетение не подходит. Ну, посмотрите. На настоящем серебре, мне кажется, выглядит более элегантно. И я бы на всех вот тех украшениях, что я вам покажу, заменила бы дешевую цепочку на приличную. Значит, ну, здесь, как обычно, да, дополнительные звенья. Вот такой гигантский карабин, который, знаете, если вы в горы пойдете, спасет вас от падения с высоты. Вот такая приятная штука. Выглядит... Я не знаю, как вам на видео это покажется. Но это в жизни выглядит очень классно. Это меня удивило. Это не какая... Ну, вот не знаю. Это не пластик. Знаете, вот что ты смотришь, это пластиковая фигня. Это реально прилично. Можно надеть. И сережки к этому ко всему вот такие идут. Сережки классные. Сережки мне очень нравятся. Они крупные, но они очень легкие. Вот такой замок. На мой взгляд, это самый удачный замок для подобных сережек. Вот это... Вот эти сережки, мне кажется, стоят вообще всего этого комплекта, если честно. Здесь все очень дешевое. То есть мы там брали по 150-200 рублей. Чет. Ну, так вот оно стоило. То есть здесь все очень дешевое. А выглядит классно. И вот эти сережки, ну, я их вот так вам покажу. Они одни стоят всего этого комплекта. Очень классно. Следующий покажу вам комплект. Это закос. Ну, я покажу вам сначала так все вместе. Это закос, видимо, под что? Что это? Вот подскажите мне. Что это? Какой-нибудь малахит, наверное? Ну, это же не изумруд, правда? Изумруд же он прозрачненький. И не разбираюсь. Значит, смотрите. Вот такая подвеска. Посмотрите, как красиво. Очень классно. Сзади, опять-таки, очень аккуратно все сделано. Ну, опять же, эти цепочки вот эти идентичные, с гигантским карабином. Вот. Главное дело тут в суть в подвеске. Очень красиво. Посмотрите, как все. Не знаю. На мой взгляд, очень интересно смотрится. Здесь мне понравился браслет. Браслет тоже самое в виде капельки. Смотрите. Ааа, классно. Я, можно, не буду застегивать. Это то же самое. Два колечка и вот такая штука. Это у всех браслетов. Так. То есть, вот так оно выглядит. Мне кажется, очень интересно. Вот какой-то наряд. Будет классно. И сережечки. Сережки здесь вот такие обычные. Вот мне вот это не нравится. То есть, вот эта часть сережки очень элегантная и выглядит реально как что-то приличное. Понимаете? Но вот этот вот самый дешевый крючок, он, конечно, все портит. Хотя, я опять-таки вставлю вам кусочек видео. Ну, практически брат-близнец. Я же говорю, мы с мамой хотели сначала выбрать, что нам в итоге понравится. И не выбрали ничего и все купили. Ну, ничего страшного. Значит, смотрите. Браслет. Очень красивый браслет. Он прям классно смотрится. То есть, тут посмотрите. Квадратная форма, что нас смутило. Почему мы его кинули в корзинку, но не знали заказывать или нет. Нам понравился узор. Вот это вот сами подделка под камни. Вот этот вот. Ну, это классно смотрится. Все аккуратно сделано. Никакого клея, ничего. Но присмотрите. Сейчас постараюсь поймать. Видите по углам вот эти цветочки? Вот нам кажется, что это как-то дешево очень смотрится. Мы, когда его получили, когда вы смотрите издалека, вы эти цветочки, вы их не видите. Но, когда вы заказываете на сайте и смотрите, кажется, что эти цветочки ужасные. Вот такой вот кулон, соответственно. Подвесочка нам нравится тоже. Это все очень классно смотрится. Особенно, знаете, на чем? На черную какую-нибудь водолазку. Почему-то это прям смотрится очень элегантно. Ну, вот опять-таки вот эти цветочки. Вот здесь они прям, да, кричат. Не люблю. Ну, ладно. Ну, и опять-таки, да, как испортить хорошие сережки? Сделайте им вот такие швензы. По-моему, это швензы называется. Могу вообще ошибаться. Посмотрите, сама сережка. С ней все отлично. Классная сережка все. Ну, опять-таки, вот эти крючки. Смотрится сам набор неплохо. Если вы любите вот эти крючки. А, что еще вот с этим набором мне не понравилось? Значит, вот тут как-то остро срезан кончик сережки. Вот этого самого крючка. И когда я вставляла в ухо, я поранила ухо. И это было больно. А вообще, сейчас расскажу вам страшную историю, значит, про сережки с Алиэкспресс. То есть, подружка моя заказала тебе сережки, я решила у нее их померить. И, значит, она говорит, ой, новые купила, хочешь, примерь. И я беру сережку, а там была, значит, зазубринка, такая вот как надсечка. Вот так уголок от основной части сережки откалывался. То есть, я ввела в ухо, а обратно она не высовывалась. То есть, туда оно вошло, как крючок. Туда оно вошло, а обратно нет. И у меня лилась кровища из уха. И вообще, вот с Новым годом называется. Вот такая приятная история. Чтобы немножко у вас от этой зелени не пестрило в глазах, покажу вам нечто коричневое. Копеечный набор, от которого в восторге моя мама. Просто в восторге, ей очень нравится. Значит, вот такие сережечки. Это все металл. Опять этот крючок. Но здесь оно все какое-то гладкое и все нормально. Значит, вот так это выглядит сзади. То есть, ну какая-то такая приятная абстракция. Не пойми что. Но почему-то это очень красиво смотрится на теле. Почему-то это вот, ну как-то классно смотрится. И вот такая подвеска. То есть, смотрите, какая здесь интересная штучка. То есть, много маленьких шнурков. Понятно, что они сейчас лежат в пакетике. Если их расправить, это, конечно, будет еще краше. Да, не будет вот этих заломов. И здесь вот такая гигантская подвеска. При том, что она большая, она очень легкая. Вот все, кто любит вот такую непонятную этнику, зайдите на Алиэкспресс. Там этого добра полно. Очень классно. Какое-то еще гауди. Что-то, смотрите, написано. Неожиданно. Здесь пять небольших камушков, которые, в принципе, меня бы раздражали. Но, знаете, оно все-таки как-то блестит, переливается. Ну, ты не понимаешь, что это за камушки. Также есть дополнительные звенья. Ну, все как всегда. Очень-очень интересная штука. Вот эта, по-моему, вещь стоила вообще дешевле всего, если я не ошибаюсь. Классно. Мама в восторге. Это вообще очень в ее стиле. Вернемся к нашей зелени. Чудесный комплект. Чудесный. Вот просто класс. Это, как всегда, браслет. Посмотрите, какой он классный. Вот он такой элегантный. Понимаете? Вот если сравнить его... Сейчас. Где? Вот этот грубоват. Вот он такой... То есть это вот, знаешь, мне 58 лет. Говорит, да? Это такое уже более что-то такое... Интересное. За счет того, что всякие завитушки, какой-то, не знаю, восточный прямо приобретает вид. Классно. Вот такая подвеска к нему. Тоже все очень аккуратненько. На дешевой цепочке. Ну, подвеска крутая, конечно, сделанная. Ничего не буду говорить. Прям все. Сережечки здесь маленькие, аккуратненькие. Прелестные. Нечего сказать. Я уже все про подобные вещи рассказала. Ну, классно. Выбирайте то, что вам больше нравится по форме. Вот и все. Луна, к нам гости придут, да? Ты так умываешься. Ну, ладно. Надо чайник ставить. Следующий комплект вообще из разряда дорого-богато. Мама его увидела и решила, что он ей прям очень нужен. Это набор, я не знаю, закос под какие это камни. Но выглядит, опять-таки, очень прилично. Посмотрите, вот такое кольцо. Оно гигантского размера. Это их ошибка. Это их стратегический просчет. Вот такие сережечки. То есть, посмотрите. Все камушки на месте. Все очень хорошо. Все, так сказать, хорошо сделано. Все хорошо зажато. Ничего не вываливается. Претензий нет. Мне не нравятся вот эти заглушки. Вот за счет вот этой вот пластиковой кантовки. Я понимаю, что оно лучше держится. Но это ужасно дешево. Это так видно в ухе. Стрём. И вот такая подвеска. Цепочка ужасная. Я вам, конечно, покажу. Но цепочка ужасная. Она настолько тонкая. Это прям, ну, стыд и срам. И вот такая вот подвеска. Вот на мой взгляд, они должны были поменять местами. То есть, пускай подвеска была бы больше, а колечко было бы вот такого размера. Понимаете? Вот такое кольцо, оно, я не знаю, оно, ну, как вам сказать, оно великовато. Это вот, знаете, если вы из какой-то семьи итальянской и вы даете свой перстень целовать вашим подельникам по наркобизнесу, то да. А если нет, то нет. Я не знаю, для чего оно такое гигантское. Вот. Оно все хорошо сделано. К нему нет претензий. Просто вот, мне кажется, это их стратегический просчет. Тут ни капельки клея, ничего нет. Тут вообще все шикарно. Вообще, не знаю, использовали они клей. Наверное, просто позажимали. Ну, все классно. Вот. Вот здесь очень дешевая цепочка, но красивая подвеска. Подвеска, вот, я не могу вам показать. Сейчас свет от окна, и она у меня прозрачная. Вы не представляете, как она красиво переливается. И последнее украшение. И по значимости, и по моей любви к нему последнее. Опять-таки, да, вернемся к нашим баранам, как говорится. Вот такое украшение. Очень интересно сделано. Оно крупновато. Крупновато. Ну, как бы, знаете, на вкус и цвет. Цепочка. Цепочка здесь уже стационарная, она приделана. Можно ее заменить. Тут есть звенья. Вы можете ее на что-то заменить. Но, мне кажется, вряд ли можно вот к этой махине что-то лучшее подобрать. Мне кажется, эта цепочка здесь и должна быть. Гигантский карабин великана. Дополнительные звенья. Все вроде как здорово. Теперь я поворачиваюсь. Смотрите, будет ли вам видно. Да, видно. Вы видите, сколько клея? И так на каждой вот этой части. Вот. Ужасно, неопрятно сделали. Ребята, вы же такие экономные в Китае. Вы почему столько клея израсходовали? Это, наверное, новичок. Это стажер какой-то делал. И потом, вы знаете, вот этот клей еще 15 таких украшений можно было сделать, посадить. Потом этого стажера, наверное, повели палками. Посмотрите, вот эти цветочки. Кого-то они смутят, кого-то нет. Мне это кажется немножко не так красиво, как могло бы быть. Но эти цветочки уже есть. И самый главный минус этого украшения – это сережки. Казалось бы, да, вот правильная защелка, вот все отлично. Но вы посмотрите. Вы видите, что они забыли сделать узор и закос под камен. То есть вот этой текстуры, сейчас покажу, камня здесь нет. То есть сравниваем отца и сына. И что? И где? На самом деле, вот эти сережки не так идеально вообще подходят к... Посмотрите, да, даже различается узор. То есть оно вот какое-то не отсюда. Не знаю, мне эти сережки не нравятся. Тут даже клея нет. Что это такое? Здесь, значит, есть, здесь нет. Что это такое? Не нравится мне. Хотя вот эта форма, она неплохая, она так вытягивает. Все вроде бы отлично. Но вот закосячили они с текстурой. Хотя кому-то из вас это вполне может нравиться, не исключаю. Потому что все мы разные, на вкус и цвет товарищей нет. Я показала вам все украшения с Алиэкспресс, которые у меня есть. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Переходите по ссылочкам, заказывайте, если вам что-то нравится. Напишите комментарий, как вы вообще относитесь к вот таким вот закосам под натуральные камни. Допустимо это или нет? И вообще ваше мнение. Я желаю вам добра. Я желаю, чтобы... Вот, знаю, вот мое пожелание. Мне сейчас нужно пожелание говорить на каждом видео. Вот я желаю вам, чтобы вам всегда приходили ваши интернет-заказы с Алиэкспресс, неважно, вовремя, идеально упакованные. И именно то, что вы ждете, то, что было на фотографии. Вот я желаю, чтобы в вашей жизни как можно меньше было разочарований. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо, что вы были со мной. Ну и поставьте мне лайк, ну пожалуйста, ну Новый год же все-таки. Люблю, спасибо. Скажите, под конец уже к помаде привыкли, да? Даже я почти привыкла.